Всем привет, друзья и гости канала! Я Наталья Успенская и я очень люблю комнатные растения. Посмотрите, какая прелесть! У меня настоящий свой садик ярких экзотических растений, а за окном темнота. Это не вечер, это где-то в районе трех часов. Вот такая у нас погодка, чисто осенняя, уже и солнышко все реже заглядывает. Но у меня тут свое солнышко, у меня очень ярко и тепло. На каждой полочке есть мощная подсветка и растения растут круглый год. Я думаю с вами прогуляться вот по этому прекрасному лесу на нижней полочке. У меня тут что только не растет. Сейчас мы с вами все это рассмотрим. Это Сингониум Сильвер Перл. Серебряная жемчужина. В основном на нижней полочке у меня растут Сингониумы. И немножечко мы с вами встретим Дефенбахий, встретим с вами Спотифилум и еще кое-что. Но преимущественно у меня Сингониумы. Они занимают особенное место в моем сердце. Да и как иначе? Очень красивые окрашенные листья и очень покладистый характер. Вот это растение мы с вами наверное где-то месяц назад омолаживали, черенковали. Обрезала я его. Были у меня излишки. Все раздала, пристроила в новые руки. И вот эти череночки уже вовсю растут, осваивают корнями новую емкость. Все это могу видеть, подсматривать. Характер у растений просто замечательный. И это одна из причин, почему нужно любить Сингониумы. Плюс разнообразие сортов и расцветок. Сейчас мы с вами пройдемся и по другим сортам. Скажу вам о Silver Pearl лишь то, что это самый светлый Сингониум из всех мне известных. Есть еще белая бабочка White Butterfly, но тот и сам лист зеленее и окантовка идет зеленая и мелкий краб. На данный момент у меня того сорта нету. Я нашла новых хозяев последним череночком, потому что очень крупный тот сорт был и в общем скажем так самый-самый простой и обыкновенный. А мне нужно экономить пространство. И тот крупный сорт конечно же пришлось передать в новые заботливые руки. По Silver Pearl. Что еще могу сказать? Этот сорт обладает особым качеством расти на несколько точек роста. Вот такой вот удивительный сорт. Один из череночков, который я передала в новый дом, рос на три точки роста. Вот кстати сейчас я такого не вижу. А в прошлый раз снизу прям вышла куча деток и поросли. И знаете, это очень необычно для сингониумов, поэтому если хотите вырастить кустовой сингониум, пышный, практически не прикладывая усилий, то этот сорт рекомендую для вас. А вот этот большой куст сингониума Регина Ред как оказалось не стоит. Вот так вот растут, растут, они у меня подпирают друг друга, а стоит взять в ручки и оказывается нужно вмешательство. Я сингониумы не выращиваю на подпорках, на тотемах, никуда их не завиваю. Я предпочитаю, когда они выглядят кустиками. То есть до тех пор, ровно до тех пор, пока они самостоятельно стоят. Если сейчас отпущу вот этот черенок, то он сразу завалится. Поэтому мы прямо сейчас с вами займемся омоложением этого кустика. Очень красивый сорт, растут они у меня все под искусственным освещением. Солнце сюда конечно же заглядывает, но это только на рассвете, в первой половине дня, когда солнце близко к горизонту и выглядывает из-за дома напротив. Значит, что же мы с вами будем делать? Конечно, я уберу вот этот черенок, который падает, который я сейчас держу руками. Так, где бы нам сделать срез? А срез у нас будет вот здесь. Получается до того момента, пока черенок не падает. Нижние листочки мы с вами уберем. Это все нам будет мешать. Так, вот этот листочек пока оставлю. Растение самостоятельно в принципе справляется, если нужно. Листочек этот убрать, если начнут расти корни, то он просто отсушится. Сингониумы растения не прихотливы, а заваливается то у меня не один черенок. Они все как-то одновременно выросли и стали перевешивать свой собственный черенок. Вот еще один прилег. Дай ему воле, он скоро начнет свешиваться. Поэтому я уберу и этот черенок. Смотрю, где тут можно срезать. Вот так и срежу. Вот, прекрасный череночек. Убираю лист. Смотрите, здесь уже пытается пролезть корень. Конечно же, лист будет мешаться и он все равно засохнет. Пусть он не мешает нашим корешочкам развиваться. Второй черенок. И смотрите, какой огромный третий. И он тоже вот-вот просто мне приляжет. Буду стричь покороче. Вот так. Вот. Кустик у меня остался небольшой. И ничего страшного. Зато самостоятельно стоящий. Он быстренько обрастет. А у нас зато с вами целая куча череночков. Сорт этот имеет достаточно... Ух ты, что я тут нашла в пазухе листа. Но я все равно поставлю черенки в воду. Потом вам тоже объясню почему. Покажу на примере. Я пробовала ставить черенки сразу в грунт. Вот с такими корнями. Но, по моим наблюдениям, гораздо эффективнее и проще для растения сначала их подержать в воде. Так. Череночки обязательно обрабатываю обычной перекисью водорода. Это дезинфекция различных бактерий. Предотвращает подгнивание черенков и немножечко прижигает ткани, чтобы они быстрее засохли, подсохли. Про сингониумы говорят, что они ядовиты. Я вся уже изляпалась их соком. Потому что делаю я это не впервой. И я знаю, что от этого сока у меня никакой реакции. Не обжигает он мне, не вредит. Поделитесь своими наблюдениями, если у вас иначе. И так. Вот такая вот красота настригла. И вот такой у нас с вами будет кустик в будущем. А сейчас просто откладываем, посушится. Потом поставлю в воду. А вот вам еще розовость моей коллекции. В отличие от Регины Ред, этот сорт не имеет ушек на листах. У Регины, помните, были такие вот отросточки от двух до четырех. Такие вот ушечки еще маленькие дополнительные. У этого сорта нету таких отросточков. И особенностью является то, что взрослые листья зеленеют. Это сорт, у которого на одном кустике могут быть совершенно разноцветные листья. Потому что они меняют цвет. Этот сорт, между прочим, и пленил мое сердце. Вся моя коллекция сингониумов началась с этого сорта. Но разве не прелесть? Кто-то считает, что это потеря сортового окраса. А для меня, например, это достоинство. Когда без различных усилий с нашей стороны. Кустик выглядит разноцветным и нарядным. И сразу даже и не понять, один ли тут сорт растет или несколько. Разве не красота? В данный момент у меня два таких кустика. И вот этот вот кустик у меня в излишках. Я бы могла поделиться, кому нужен. Крупное уже такое растение. Мне столько не нужно. У меня вот целый тут лес. Три черенка посадила. Вот такая вот страсть тут растет. Очень хорошо насваивает корнями. Да эти ребята вообще неприхотливые. Мне кажется, сколько ни дай объема, столько и освоят. Очень люблю их за это. И снова за яркие краски в моей коллекции. Яркие краски привносят агланемы и сингониумы. У меня в теплом помещении мало что цветет. И поэтому к растениям с красными или розовыми листочками у меня особенные чувства. Это хорошая возможность для меня увидеть эти цвета среди моей зелени. Красавчик! Друзья, путешествие по этой полочке мы с вами продолжим в следующий раз. По вашим просьбам я сокращаю метраж своих видео. Да и по аналитике вижу, что короткие видео, ну такие от 10 до 15 минут смотрятся легче. Поэтому, чтобы всем было удобно и вам было удобно, я стараюсь видео свои сокращать. Пусть лучше чаще, но меньше. А вы меня поправьте, если не права. Я всегда готова подстраиваться, готова идти навстречу, чтобы всем было удобно. Вот так вот встали мои череночки. Смотрите, Регина Ред поставила в хрустальную вазу. Я уже какой-то сингониум укореняла в хрустальной вазочке. И почему-то в стекле очень хорошо вырастают и быстро корешочки. Да и не перевешивают высокие черенки. Смотрите, как здорово смотрится. Пока что она у меня стоит без воды, череночки еще подсыхают. А так сверху и не поймешь, что что-то изменилось, что что-то я обрезала. Красивый такой пестрый лес. Друзья, на сегодня закругляемся. Благодарю вас за внимание, за вашу дружбу и лайки. И пока-пока, до скорых встреч, увидимся!